Ребята, всем привет! Мы, короче, отдыхаем от велосипедов и решили сегодня съездить на ретранслятор зимний. Были мы здесь летом, на велосипедах приезжали. Было здесь офигительно изумительно. Видите, что сейчас творится? Мы, короче, офигели от всей этой красоты. Смысл такой, что мы сейчас находимся на 300 метрах высоты и город ниже находится. В городе слякоть, лужи, гадость всякое. А посмотрите, что здесь творится. Здесь просто изумительно. Здесь иней на проводах, на деревьях, на кустах. Здесь все чистенько, все морозит, ничего не растаивает. Доехали мы сюда. На маршрутке ехали через ГЭС. Через три района. Кое-как доехали, почти попали в аварию. Сейчас на велосипеде ездить нереально. В городе вот такой слой каши из снега и мочи и песка. Так что мы реально решили вот с аппаратом сюда прийти и отдохнуть. Потратили буквально на маршрут по 35 рублей из каждого человека. Ну, считай, 70 в одну сторону. 140 рублей у нас ведет на маршрут туда-сюда. Ну, мне кажется, эти 140 рублей купались. Окупились уже. Окупились мы в первую секунду, как мы сюда приехали. Такие вот дела, ребята. В общем, почти пришли. Подъем давался так же сложно, как и на велосипедах летом. Вот она, вышечка. Вот вышечка, ребята. Собственно, сам ретранслятор весь вынь и в снегу. У нас все так в снегу. Да, все. У нас встретили мужики на буханке вниз боевые, видимо. Это обслуживающие мужички были. Короче, кто может сюда доехать, вот кто столетие, ребята. Берете, садитесь на 137-й маршрут. Ни о чем не пожалеете. Ни о чем не думаете, не пожалеете. Едете сюда, первая остановка после трассы, вы лазите, идете сюда. Здесь люди с собаками бегают, упражняются. Вообще крутотенько. В общем, следующее наше включение будет уже, наверное, на высоте. Да. Покажем. На красоте. Какая дорога. Нашли, в общем, дорогу. Уже одна тропинка стала. Было две. Тут не чистили явно, блин. Ну и кто-то ходил, собственно. И транслятор прям рядом. Вот тут уже забор. Здесь есть или я, или что-то не будет. Руки начинают подмерзать. Ну все, ребят, мы дошли. Выход на поверхность, выходим. Сейчас, в общем, с этого что-то должно начаться. Снимаем сразу, говорю, на телефон. Поэтому... Здесь вот в отверх такая снежка, будто, знаешь, огоньки просматриваются, что там. Вау! Не, мы, короче, фотки на зеркалку сделаем, ребята, все, посмотрите. Попробуем вам передать, насколько это возможно. Тут вот такая поляна. Вон Марк снимает. И просто выходите к такой красоте. Вот, пожалуйста, ГЭС. Подойдем до края, опять включусь. Покажу вам. Хотя уже, может, на зеркало будем снимать. Посмотрим. Насколько это возможно? Тут такая поляна. Просто... Правая верхушка. Сзади уже у нас ретранслятор. Он веселый. Тут довольно-таки прохладнее, чем в городе. Здесь ничего не тает. Но вид здесь очень красивый. Особенно, если смотреть на огни. Смотрите. Это просто круто. Есть хорошая альтернатива. Велосипед зимой. Простые пешие такие вылазки. И все видишь. Все успеваешь посмотреть. Очень круто. Так что, ребят, кто в Тольятти ждет, садитесь на 137 маршрут и пилитесь сюда. Мы здесь совершенно одни. На всей высотке. Но мне кажется, красиво. 5 часов вечера начинает темнеть. Безумная красота. В Тольятти. Это вот у нас Шлюзовой. Вот мы дошли до нашего места. набережная Комсомольского района. ГЭС. Некид радуется. Ну что ж, пойдемте к нему. Здесь вот такой вот снег. Но в кроссовках здесь сложно передвигаться. Я сегодня не подготовился по одежде. Офигеть. Офигеть. Ребят, нет слов. Переезжайте сюда. Отдыхать. Ну, красота несусветная, да? Нет, ребята, если вы сюда придете, я вам лично руку пожму. Это очень круто. Еще горы мелькают вон там. ГЭС, собственно, бля... Красиво. Ну, собственно, вот. ГЭС, красота. Мы выехали вот там, где-то высадились. Вот там. Там была наша остановка, и мы вот за горой, за горой, за горой поднимались. А приехали мы вот оттуда. Ехали оттуда. И по ГЭС, по плотине прям. Через шлюзы. Такие вот дела. Так что, кто сюда захотел, езжайте. Здесь вы получите совершенно много эмоций. И не пожалеете, что сюда приехали. Правильно же? Да. Правильно. Это такое видео будет, как бы, из жизни. Может, кому-нибудь будет интересно. Как раз Новый год на Су. Мы всех вас, ребята, поздравляем с наступающим или уже наступившим Новым годом. Желаем целых камер, крепких колес и всего самого наилучшего. И счастечка, здоровечка. Здесь можно стоять просто так и смотреть на все это. Подуматься, разговаривать с собой. Да, и офигевать. Так что приезжайте, ребят. Сюда можно даже с родителями приехать. Тут не очень сложно подниматься. Здесь круто. Такие дела. Ребят, всем привет. Это снова мы. У нас сегодня видео просто так. Просто из жизни. Скоро Новый год. Мы записываем за три дня до Нового года. Но, наверное, уже на дату выхода этого видео Новый год уже наступил. Так что всех с Новым годом. Счастечка, здоровечка. Чтобы ваши планы все в 16-м году чтобы все ваши планы в 17-м году уже все сбылись. Вы купили себе отличные мотоциклы, велосипеды. Или что вы там хотите. Чтобы ваши родители были довольны вами и вы собой. Нашему каналу уже будет где-то года два с половиной. Спасибо всем, кто с нами остается такое долгое время. Мы как бы не ожидали, что нас будут смотреть люди. Поэтому спасибо всем, кто этим интересуется. Кулачки наши. Молодцы, красавцы. Двойной кулак. Спасибо за лайки, за активность, за подписки. Вообще очень рады, что... Спасибо за все просто. Да. Не ожидали, что так получится круто. И у нас будут собственные зрители, которым будем нравиться. И как маленькое празднование Нового года мы решили приехать сюда. На маршрутке буквально с нашего парка. Дома где-то на километр отошли, сели на маршрутку, доехали до такой красоты. Круто, правда? Это намного лучше, мне кажется, чем гулять просто с друзьями где-нибудь на районе. Надеемся, что в новом году все наши планы получатся. У нас будет новый контент. У нас будут не только велосипеды, но может что-нибудь другое. Сейчас пойдем обратно греться, пить чай. У нас, короче, с собой есть лепешка, которую мы купили за целых 20 рублей. Из тандыра. Будем отдыхать, и надо потом двигать домой. Наверное, спускаться будем минут 40. Спускаться мы будем минут 40. Это точно. Больше всего мы точно где-то спускаться будем. Сюда, кстати, подъем длинный такой. Он не очень сложный, но он длинный. Километра два, два с половиной вы точно подниматься будете. Но, еще раз, рекомендую это место всем тем, кто живет в Тольятти. Можете отсюда из автозаводского приехать, с центрального, со шлюзового, с Камсы. И все свои районы увидите. Да, это же так круто, ребят. Как обычно, ребят. Не ожидаешь, что так круто будет. Ты сюда едешь, как бы думаешь, зачем все это нафиг тебе нужно. Мы там газельку ждали долго. Да поднимаешься, умираешься. Но это все окупилось. Все оправдалось. Красота. Все круто. Вот, ребят. Всем спасибо. Тут и есть. Ой, там кто-то не едет. Может, сныкаемся? Да. Ребят, машина. Мы, короче, обосрались. Думали, за нами уже приехали. Это обычная машина. Мы, короче, ребят, сейчас идем по тому спуску, по которому мы поднимались. Дичь полная. Здесь очень темно. Холодно. Вообще ничего нет. Здесь очень темно. Я не знаю, из-за чего. Прямо дико темно. Тишина такая, что она глушит, давит прям. Ну, неприятно. Мы тоже пару раз останавливались, прислушивались. Вот давай становимся. Абсолютно. Сейчас мы молчим. Дикая тишина. Я даже трассы не слышал. Вон там огоньки просвечиваются. Вообще жесть, да? Да. Ну, такие дела, ребята. Отдыхайте, гуляйте. Все. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok